Пчелы не перешли Многие пчеловоды могут в такой ситуации оказаться Итак, вот я приблизительно смоделировал ситуацию И вот показываю на семье, которой я сегодня давал сироп Это попозже видео буду выкладывать Итак, вот такой клуб Низ это задняя стенка Вверх это передний литок, где передняя стенка То есть хорошо видно, что вот на сегодня, на 29 января Клуб полностью дошел до задней стенки И занимает пять рамок Рядом три рамки с необсиженными пчелами Вот, на двух, две вот эти светлые полны корма Вот эти вот светленькие, они полны корма Но пчел здесь нету Но это у меня на краю Тут я на обсушку ставил Она, в принципе, может быть и есть корм с одной стороны Вот, но в принципе, все равно раз стоит в гнезде Значит все они были с кормом, эти рамки Заставная доска, поскольку это отводок На отводке я заставную доску ставлю Вот видно, желтенькая, да И вот эту рамку я по осени ставил Она как была тут немного корма на обсушку Как ставил, так она здесь и осталась Вот, то есть вот на сегодня вот такая ситуация Вот Что тут может быть? Почему вот в такой ситуации может осыпаться семья с голодом Если вот рядом есть корм Вот дело в чем? Дело в том, что вот все зависит от методики По которой осенью пчеловод держит пчел своих Если как бы пчеловод старается до весны осмотра не делать Чтоб кормов хватало до весны Вот обязательно делается поздний осмотр И смотрится, чтобы все рамки были с кормом Если где-то на рамках выходил поздний расплод Корма на этой рамке не будет И эти рамки вытаскиваются Вот То есть маломедные рамки Где выходил последний расплод Из гнезда удаляются А кормовые сдвигаются То есть пчеловод должен быть уверен Что на каждой рамке, которая в зиму остается Должно быть не меньше двух килограмм корма Больше может быть, меньше нет Вот То есть если пчеловод осмотрел это с осени Он уверен, что на каждой рамке корм То в принципе переживать особо нечего Другая ситуация бывает Я вот поздние отводки, допустим, отдельно и часто не осматриваю По какой причине? По той причине, что у меня были случаи Что я вытаскивал рамки И у меня потом матки пропадали Вот Были такие случаи у меня И поэтому, если я где-то знаю, что у меня был поздний расплод У меня в журнале номера помечаются И я стараюсь в январе в конце просто смотреть вот эту ситуацию То есть почему гибель происходит? Поздний расплод на этих рамках Корма мало Корм закончился Корма нету На улице холодно При похолодании пчела не пойдет вниз Вот пчела может передать корм Вот общий клуб Вот с любой улочки может пчела передать Но пчела не пойдет вот на пустые рамки В улочку за кормом На похолодании Вот эти рамки, они нужны для чего? Они нужны на раннюю весну Раз То есть когда тепло становится И пчелы начинают Свободно по гнезду ходить Вот эти рамки, они с кормом, они помогают И самое основное вот у меня Они не дают Они не дают так при зимних потеплениях Перегреваться гнезду, чтобы не провоцировалась яйцекладка Вот То есть они работают как стабилизатор температуры Она прогрета, она допустим на холоде до определенной температуры Охлаждена, да, вот эта рамка И чтобы она прогрелась, нужно несколько дней тепла на улице Она будет постепенно прогреваться только А так она будет вот именно вот этот вот Спасать как бы гнездо от перегрева и от ранней яйцекладки Вот То есть если пчеловод не осматривал осенью Если пчеловод не уверен Вот в такой ситуации лучше подкормить Вот Я в этом году экспериментирую с подкормками по методу Кашковского Это банки Вот И вот сейчас в дальнейшем я покажу Как я это Вот Что Как я баночки сюда поставил Итак Сегодня 29 января 2022 год Январь Подмосковья Прошло около 10 дней С момента Постановки пустого корпуса для охлаждения клуба пчел И в первой части видеоролика я говорил Что дней через 10 желательно дать корм Вот сейчас приготовил я одну банку 700 миллилитров и пол литровую Поскольку если давать литровую банку То надо ставить второй магазин По высоте не подойдут банки А второй магазин поставишь Сильнее будешь охлаждать гнездо То есть тоже не нужно Лучше 2 по 0,7 или 3 по 0,7 Вот то чтобы Что подойдет в одном магазине По размеру При подкормке Когда стоит дополнительно пустой магазин сверху Для охлаждения семьи Сироп в банках ставится Уже не в потолочины А надо ставить на непосредственно на рамки На бруски рамки Очень влияет высота банки Поскольку литровая банка велика Для одного магазина И приходится ставить второй магазин Тогда более сильно гнездо переохлаждается Для одного если магазина То или 0,7 банка или 0,5 Вот я в данной уле приготовил две банки Одна 0,5 и одна 0,7 Ну и чтобы эту банку поставить на бруски Сиропом Я использую опять же покупные крышки Но крышки обязательно прикрепляю я вот эти бруски Для чего? Чтобы банка случайно не упала И сироп не потек То есть бруски зафиксированы И более жесткая получается установка банки Вот И сверху вот я две таких конструкции приготовил И сверху прикручиваю я пластиковую эту крышку Прикручиваю на банки И переворачиваю и ставлю на бруски То есть получается вот такая конструкция Банка переворачивается И за счет брусков у пчел есть возможность Под крышку, под отверстие заходить И брать с отверстия сироп готовый Сироп я даю в этом году экспериментирую Концентрация один к одному Один сахар, один воды Почему не два сахара, один воды? Дело в том, что вот если долго не берется сироп Чем гуще сироп, тем больше шансов Что вот в этом отверстии он может скристаллизоваться И не браться пчелами Я уже экспериментировал с концентрацией сиропа Сиропа один к одному Несколько лет назад я давал в пакетах зимой Нормально пчелы зимовали Ничего не вылетали И дополнительно эту концентрацию В свое время советовал один пчеловод-любитель Из Подмосковья для зимних подкормок Он тоже как бы делал один к одному И кормил из банок Но он по-моему ткань на горлышке накручивал У Кашковского рекомендации Два к одному делать сироп Два сахара, один воды Но там, если я не ошибаюсь Тоже должна быть ткань Ткань я первый год пробовал Мне не понравилась плесень Быстро она не появляется И пчелы ее грызут Крышки мне больше нравятся Но крышки, я говорю, вот здесь надо тогда Или отверстие больше делать Для густого сиропа Но мне нравится один к одному Потому что этот сироп Он уже идет И как, если жажду мучить, допустим, Чего пить им хочется И как корм Более естественный К естественному нектару приближается Сразу хочу сказать об одной ошибке Которую допускают В рассуждениях пчеловоды Они считают, что зимой пчелы сироп берут И также его перерабатывают Как осенью Пчелы сироп перерабатывают Только если надо им оставить На хранение сироп Который они будут брать В небольших количествах зимой Они перерабатывать не будут Они будут его использовать для питания Вот так утепление было сделано Подушка сухая абсолютно Ну вот на магазинах Вот на сторонах Немножко есть налить Тепло, видно, конденсируется Это надо учитывать при оттепелях Обычно вот эта налить Она потом превращается в воду Под подушкой вот таким образом Была вентиляция открыта Чтобы влажный воздух уходил Из гнезда И уходил в подушку То есть подушка выполняет двоякую роль Она и отсекает сквозняк Нету сквозняка И в то же время влага поглощается Вот без подушки сквозняк бы был Вот Если закрыть все заставками То влага тогда не будет удаляться То есть вот подушка Она двоякая роль Она очень-очень помогает Клупу задней стенки И я считаю, что я подкормку Вовремя приготовил Вот мне вчера написал пчеловод Сообщение, что погибла пчела В четырех улочках Пчела была Вся осыпалась А на соседней с кормом Рамки не пойдет Вот Корм пчелы могут передавать Если только она находится На рамке с медом Вот допустим Если есть у нее выход Вот с этой улочки Если тут есть мед Корм она передаст А вот на эту улочку Они уже не пойдут никогда То есть пчела на холоде Не пойдет вниз Даже если есть рядом Рамки с медом Вот эти боковые рамки с медом Они нужны на раннюю весну Когда более теплая погода И пчела начинает По Ходить как бы по гнезду А эти рамки Так не Перегревают При оттепелях Гнездо Из-за этих рамок Они выполняют роль Как бы Стабилизатора Температуры Как в естественных условиях Когда очень много Рамок с медом Вот То есть Когда теплая погода Постепенно Рамки с кормом Прогреваются 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 И температура В гнезде повышается Если Температура В гнезде Зажата Если рамки зажаты Пять Плотно Температура Чуть повысилась Сразу повышается Температура В клубе Может наступить Яйцекладка Вот принцип такой Из-за этого В принципе И магазин поставлен Это вот здесь Отводок И поэтому Как бы На отводке Я заставные доски С одной стороны Ставлю Но опять же Дополнительно У меня всегда Две Три рамки Где-то пустые То есть Не полностью Зажато гнездо Ну вот Я считаю Вовремя Я Подкормку Сейчас дам Приготовил Я подкормку В баночках И сейчас Прям сверху Вот таким образом Ставлю две банки На верхние бруски Ну и все Не нужно Никакой канди Ничего И сейчас Чтобы сразу Посмотреть Как это Повлияет На температуру В гнезде Рядом У задней стенки Вот ставлю Недалеко от клуба Датчик И уже По смартфону Можно в любое время Определить И посмотреть Как влияет Подкормка Поднялась Не поднялась Температура От этого Вот То есть Все дальше Динамику И так Смотрю на смартфоне Температуру Температура Через 10 минут После постановки Банки с сиропом Банок с сиропом Рядом с клубом 10,3 И так Прошел час Температура 11 градусов Тепла Поднялась Температура На 0,7 Градусов Вот Сейчас вот Будет максимальный Подъем А потом Пчелы Начнут Успокаиваться А сейчас Сразу покажу Температуру В семье Рядом С клубом На верхних Брусках Где никакой Сироп Не давался Температура Во второй Семье Это 5,3 Тепла То есть Так же Стоит Пустой Магазин Для охлаждения И вот Ничего там Сироп Ничего не давалось Никакая Подкормка И вот При минус 3 градусов Температура 5,3 То есть В семье Где я дал Сироп На сегодня Вот Час после дачи Сиропа На 5 градусов Температура Выше Продолжение Смерть Прошло 2 часа С момента Постановки Сиропа В гнездо Пчел Итак Пиковое Значение Прошло Пиковое Значение Было 11,3 Градуса Сейчас Уже Вот 10,6 То есть Динамика Идет Снижение Температуры Вот Вот Сейчас Посмотрю Что дальше Ну Дальше Будет Понижаться Температура Все То есть Пчелы До Максимальной Активности Дошли Теперь Будут Успокаиваться Прошло 3 часа Температура Продолжает Снижаться 10 градусов Вот Снижение Температуры Происходит За счет Того Что Сверху Гнезда Стоит Пустой Магазин Вот И он Как бы Дополнительно Охлаждает Гнездо И Пчелы Не От этого Сильно Не Активизируются Прошло 4 часа 9 с половиной То есть Видно Динамика На снижение То есть Пчелы Успокаиваются И сейчас Посмотрю Второй Улей Где Сироп Я не давал Какая там 4 и 6 Вот Это во втором Где не было Подкар Итак 5 часов Прошло 8,6 Тепла Продолжает Температура Опускаться Прошло 6 часов Температура 8,2 Градус Прошло 7 часов Температура 7,7 Градус Прошло 8 часов Температура 7,5 Градуса Тепла 9 часов 7 градусов Ровно Температура Прошло 10 часов Температура 6,7 Итак, подводя итоги, чтобы не рисковать семьями, чтобы не терять семьи в январе, у пчеловода два основных направления. Первое направление, это если пчеловод не сторонник зимой смотреть и контролировать, лазить по гнездам, с осени нужно все как следует проверять, буквально перед зимовкой, чтобы каждая рамка была с кормом. И второе направление, если это по каким-то не получилось, пчеловод не смог это все проверить, то обязательный контроль, начиная с середины января. Видите, если доходит до задней стенки, сразу нужно под кормку ложить. Канди, мед севший, рамки, кто что, вот, кто что, ложит как бы, кто у кого какая технология отработана, вот. Но рисковать не надо, не надо надеяться, что рядом две-три рамки с кормом, и пчела как бы вот захочет и вся уйдет на эти, на две рамки. В холодную погоду пчелы не переходят на пустынные рамки, где в улочках нет пчел, хотя эти рамки полны меда. Спасибо за внимание. И так прошли сутки после того, как поставил банки я вчера с сиропом. Вот. Сначала максимально поднималась температура до 11,3 рядом с клубом, это где-то через два часа после дачи сиропа. После постепенно стала температура снижаться и минимально до 6 градусов дошла. Вот. Но вот сейчас днем температура повысилась на улице. Сейчас схожу, посмотрю точно и скажу значение. Вот. Но вот сейчас 8,3 сутки прошли. Вот. Сейчас попробую аккуратненько открыть улицу и посмотреть, сколько за сутки взято сиропа и что там с пчелами происходит. Итак, сейчас аккуратненько попробую снять подушку и посмотреть, сколько сиропа пчелы взяли. Итак, вот в таком состоянии пчела находится. Ну вот видно, полбанки пол-литровой взяли, ну а здесь миллилитров 100. И это за ночь вот сутки прошло. То есть 330 миллилитров где-то они за сутки взяли. Ну вот видно, датчик вот тут в стороне стоит. Итак, вентиляционные отверстия, все 7 штук оставляю открытым и сверху уложу опять подушку. После открывания гнезда и подходу к улью пчелы сразу активизируются. То есть вот я сейчас посмотрел, сколько взяли сиропа и сразу температура рядом с клубом повысилась до 9,5 градуса. На улице сегодня минус 3. Итак, прошел час после того, как я побеспокоил семью. Вот сейчас температура 9,5 градусов. Вот первоначально, после того, как семья была побеспокоена, начался подъем опять температуры. Максимально она поднялась до 10 градусов, а потом вот начался опять спад. То есть любой подход к улье, открывание к улья и беспокойство пчел приводит к активации пчел, беспокойству их, ухудшении зимовки, потреблении повышенного количества корма, переполнения кишечника. То есть без крайней необходимости пчелам зимой лучше не лазить. Это раз. И второе. Даже если пчеловод улья не открывает, а что-то делает рядом с ульем, громко там что-то переставляет или что-то, даже снег чистит, происходит повышение температуры в клубе. Это я тоже проверял. По возможности специально эксперимент сделаю и покажу. То есть в идеале семья должна быть, вообще к ней пчеловод не должен подходить зимой, и она должна зимовать в спокойном состоянии. Если вынужденные какие-то работы пчеловод производит, то, как следствие, зимовка может ухудшаться, что может привести дополнительно и к переполнению кишечника, и к понашиванию, и вот к таким неприятным всевозможным последствиям. Ну и вот, пока дней семь можно ничего тут не смотреть, только мониторить ситуацию с температурой. Корма до 10-15 февраля подставленного точно хватит. И следующее, как бы, видео я постараюсь снять после 10 февраля. Спасибо.